Необычно выступать в онкологической аудитории, но на самом деле тема, на мой взгляд, достаточно актуальна, потому что помимо онкологии у нас еще БСК, заболевание системы кровообращения. И может получиться так, что если вы хорошо выполните операцию, то пациент может потом в результате умереть от какого-нибудь заболевания, болезни системы кровообращения. Если вы недооцените риски, то возможно, что он не доживет до окончания вашей брахиотерапии или еще чего-то. А если вы переоцените эти риски, то пациент не будет отправлен на оперативное лечение или на лучевую терапию и тоже от этого, соответственно, пострадает. Вот я вам хочу, начиная свое выступление, показать продолжительность жизни пациентов по разным странам. Здесь нет Российской Федерации, но цифры по России вы знаете, по крайней мере на 2022 год они озвучены. Чуть больше 70 лет. Мы с Александром Михайловичем здесь представляем систему оказания медицинской помощи в управе делами президента. И я вам покажу продолжительность жизни среди нашего прикрепленного контингента. Это 120 тысяч пациентов и по состоянию, наконец, с 2022 года он оставлял 84 года. Вопрос возникает, почему так получается. На самом деле это не благодаря моей работе и работе Александра Михайловича в хорошо оснащенной клинике, а это вопрос амбулаторного ведения пациентов, вопрос диспансерного наблюдения и бесшовности оказания медицинской помощи. То есть, когда пациент, ему оказана помощь по болезням ВСК, по онкологии, и дальше пациент попадает на динамическое наблюдение в сеть нашей поликлинической службы. И энное количество лет тому назад Александр Михайлович подошел, когда он возглавил отделение, он онкологически подошел ко мне и говорит, что наши пациенты это пациенты коморбидные, пациенты с кардиологической патологией, давайте мы часть пациентов будем отправлять к вам для того, чтобы как-то стратифицировать риск. То есть, оценка стратификации риска это, собственно, основа всей той работы, которую мы делаем для Александра Михайловича, потому что итогом нашей деятельности является мой звонок, я говорю, что все окей, его можно оперировать, на самом деле за этим стоит некий пласт нашей активности. Я вам хочу показать статейку, которая была опубликована в нашем самом уважаемом кардиологическом мире журнале, называется JAK, журнал Американского колледжа кардиологов, конец 2023 года, посмотрите, какова частота распространенности сердечно-сосудистых рисков среди пациентов, которые имеют рак предстательной железы, видите, там цифра 90, 75%, 50%, высокий уровень холестерина, гипертоническая болезнь, избыточная масса тела, ну и так далее. Если говорить по Российской Федерации, ну это вот данные одного из российских кардиологических регистров, пациент, который приходит в поликлинику, вы если видели в клиническом примере, который показал наш коллега, там было написано ССО-4, да, это по-русски называется очень высокий дополнительный сердечно-сосудистый риск, то есть вероятность умереть этого пациента в течение ближайших 10 лет от нашей болячки очень высока. И там было написано артериальная гипертония. Так вот, среди пациентов, которые приходят в клинику с артериальной гипертонией, большая часть из этих пациентов имеют ишемическую болезнь сердца, но так часто бывает, что об этой ИБС они ничего не знают. Это вот тоже данные по Российской Федерации за 2020 год. Если мы думаем, что наши пациенты... У нас, конечно, всё хорошо работает, у нас есть региональная сеть РСЦ, региональных сосудистых центров, но тем не менее, это вот данные нашего главного нештатного специалиста по России. Посмотрите, пациенты, которые поступают с ОКС, с острым коронарным синдромом, четверть пациентов не принимают необходимую терапию, 13% пациентов только при поступлении начинают получать необходимую гиполепидемическую терапию. То есть проблемы реально существуют. Если говорить о той патологии, которую мы здесь сегодня обсуждаем, то для этого Российское кардиологическое общество, ну, на базе европейских рекомендаций, разработало вот такой документ, он называется рекомендацией по оценке и коррекции сердечно-сосудистых риск при несердечных операциях. Туда в том числе входят и урологические, и онкорологические операции. Как я сказал вначале, в основе всего лежит стратификация, верхняя часть слайда, стратификация сердечно-сосудистого риска, используя либо универсальные, либо специализированные шкалы. Ну, к универсальным шкалам относится шкала SCORE, это шкала оценки десятилетнего риска, фатального и нефатального сердечно-сосудистого события. Но ей мы не рекомендуем пользоваться для пациентов, которые идут на онкологические операции. И Российское кардиологическое общество рекомендует пользоваться двумя, наверное, всем вам известными таким сборником калькуляторов. Это американско-европейская база MD-Calc и QXMD, в которой есть отдельный раздел для подготовки пациентов перед онкологическими операциями. В нашей клинике мы пользуемся, на наш взгляд, это самая лучшая шкала оценки переоперационного риска перед вашими вмешательствами. Это шкала NSKIP. Ну, до 24 февраля 2022 года она была почему-то на русском языке, потом, видимо, в отношении нас ввели санкции, думаю, что мы не можем прочитать по-английски. Ну, вот я для вас написал, выделил операции, которые имеют к вам отношение. Это достаточно большая шкала, туда вносится много показателей, и в том числе вы можете выбрать все нюансы вашего оперативного вмешательства, плана операции, которую вы для этого больного подготовили. Ну, вот если взять пациента, о котором шла речь, докладывала коллега в самом начале, вот риск по NSKIP, он, в принципе, внизу левая часть слайда невысокий, и вы видите, что вы эту историю можете показать вашему пациенту, чтобы он, ну, как бы вместе с ним обсудить риск больших осложнений, любых осложнений, пневмонии, кардиальных осложнений, там, и так далее, и так далее, и так далее, сепсиса, ну, и этим вполне можно пользоваться. В чем проблема всех шкал? Проблема в том, что это, конечно, такая интегральная история, да, вот посмотрите, пожалуйста, на левую часть слайда, да, условно, мы берем 100 пациентов, у которых высокий риск переоперационных осложнений, но означает ли это, что у них у всех что-то случится? Если мы вообще ничего не будем делать для этих пациентов, то только там, если риск, предположим, 5%, у пятерых что-то случится. Оставшиеся 95 как жили, так и будут жить себе замечательно, поэтому сегодня мы пропагандируем персонифицированный подход, в том числе и в кардиологии. Надо понимать, к какому риску сердечно-сосудистых осложнений относятся ваши операции. По нашим рекомендациям кардиологическим, трансуртральная резекция простаты или большие урологические операции – это либо низкий, либо средний риск. Но мы всегда призываем, как мы говорим, к агровации риска, ну, то есть подходить так, как если бы это был бы ваш собственный родственник, и любые операции в принципе расценивать как операции высокого риска, ну, то есть сделать по максимуму для пациента, чтобы эти риски нивелировать. Как выглядит стандартно рекомендованный российским кардиологическим обществом в прошлом году подход для подготовки пациентов к операциям? Ну, про экстренные операции мы не говорим, а про плановые операции – вот нижняя часть слайда, это самый главный пункт – обследование пациента. Какое обследование должно быть выполнено перед онкорологическими операциями в соответствии с действующими клиническими рекомендациями? ЭКГ-диагностика – обязательно. Эхокардиографическое исследование рекомендовано. И также мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий. В нашем центре мы выполняем КТ с контрастом, то есть это виртуальная коронарография, но также может быть рекомендовано выполнение кальций-скоринга. По сути, на мой взгляд, любой пациент старше 45 лет, который идет на, ну, предположим, на онкорологическую операцию, ему должен быть произведен кальций-скоринг. Это простое исследование, это полторы минуты на КТ без контраста, и вы получаете данные о наличии кальция в проекции коронарных артерий. Вы можете понять, это пациент потенциально опасен, если кальций-скор низкий или нулевой, значит, тему коронарных артерий, шимической болезни сердца мы с вами закрываем. Еще одна важнейшая вещь, о которой, ну, я общаюсь не только с коллегами из ЦКБ, но и с других клиник, я думаю, что вы со мной согласитесь, вряд ли кто-то перед операцией делает пациентам определение высокочувствительного тропонина и мозгового натриотического пептида. Я прав, или кто-то делает? Да, никто не делает. А по клиническим рекомендациям Европейского общества кардиологов и Российского кардиологического общества мы обязаны перед вашими операциями, если пациент 45+, делать эти исследования. Зачем? Вот этот верхний маркер, это маркер стресса сердца, и мы можем оценить волемическую нагрузку, гиповолемическую, изоволемическую, гиперволемическую после операции. А тропонин нам очень важен, потому что если что-то случится в раннем постоперационном периоде, нам нужно референсное значение. Какое было значение ВЧ тропонина перед операцией, и тогда мы сможем нормально пациента проконсультировать. Я вчера, готовясь к этому выступлению, нарисовал слайд, как я себе вижу эту проблему. Я называл слайд. У любого резидуального риска есть имя, фамилия, адрес. Это к тому, что, с одной стороны, за каждым риском стоит конкретный человек с конкретной проблемой, с семьей, с особенностями и так далее. А с другой стороны, если риск случается, если всю эту веревочку раскрутить до самого начала, там где-то есть конкретный врач, который отвечает за этот риск, который случился у пациента. Что мы делаем в итоге для наших пациентов? Переоценить риск не в том смысле, что его оценить еще раз, а в том смысле, что если ваша операция низкого или среднего риска, отнесите ее к операции высокого риска. То есть немножко переоцените этого пациента. И что сделать для него необходимо перед операцией, если он 45+, если 65+, тем патча, ЭКГ, ЭХКГ, холтер ЭКГ, монитор артериального давления, ЦДС брахиоцефальных артерий, кальций и скорлинг. Это вот то, что мы для Александра Михайловича делаем в большинстве случаев. Конечно, есть разные эксквизитные случаи, редкие, там мы собираем консилиумы, тяжелые больные. Но по большому счету, либо пациент после этого направляется сразу на оперативное лечение, либо у нас возникают две проблемы, которые он смогут ограничить. Это нарушение ритма сердца и проводимости, которое либо ничего не требует, либо требует имплантации пейсмейкера. Этот вопрос решается, и пациент на следующий день может идти на вашу операцию. Либо это визуализация коронарных артерий. Если там все чисто, то пациент идет на операцию. Если там есть проблемы, то здесь два варианта решения. Либо это ревоскулизация в объеме ортокоронарного шунтира. У нас с Александром Михайловичем были такие пациенты. И после операции пациент, по сути, через неделю может быть соперирован по поводу вашей патологии. Если это малоинвазивное мешательство стентирования, то здесь мы, конечно, ограничены с вами антитромботической терапией. Но по логике это 6 месяцев антитромботической терапии. Получается, что мы операцию-то откладываем. Но и здесь тоже есть разного рода инструменты, которые мы применяем, которые называются инструменты деэскалации антитромботической терапии. Для этого у нас функционируют в нашей системе специальные антитромботические кабинеты, где мы можем уменьшить, редуцировать дозу, индивидуализировать, сделать лабораторный мониторинг. Тем самым приблизить пациента к той операции, которая ему необходима по онкологии. Ну и в заключении хочу сказать, что мы с нашими коллегами кардиологами, терапевтами и в том числе обществом клинических онкологов, вот уже третья итерация, выпускаем такую клиническую рекомендацию, называется антитромботическая терапия в шкалах и алгоритмах. Там есть отдельный блок, касающийся онкологии, ведения пациентов с канцероассоциированными тромбозами. Я настоятельно вам рекомендую, в бесплатном доступе в PDF есть на вот этом сайте antitromb.ru. Ну и также я руковожу кафедрой, нашей самой большой кардиологической кафедрой в стране, кафедра кардиологии РМАНПО. В прошлом году мы запустили очень хороший цикл, он бесплатный, бюджетный цикл, 36 часов тромбоз, атеротромбоз в практике врача. Он сертифицирован в том числе для врачей-онкологов. И там есть один большой блок, он примерно третий от всего цикла. Это блок по онкологии и канцероассоциированным тромбозам. Тоже настоятельно вам рекомендую. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Никита Валерьевич. Коллеги, у кого есть вопросы? Я внимательно слушал. Большое спасибо, Никита Валерьевич. Вопросов, конечно, много и хочется стремиться к уровню вашего учреждения по обследованию, по лечению. Вопрос первый. 120 тысяч прикрепленных из них... Из них, вероятно, мужчин, наверное, тысяч 70, да? 80. А кто эти люди? Ну, имеется в виду не то, что там... Можете дать эту характеристику? Это... Ну, то есть я хотел бы, наверное, прикрепиться к вашей больнице и достигнуть 84 лет. Да, вот мне вот полтинник там послезавтра. Это первый вопрос. А второй вопрос вот какой. Вот вы сказали, что у вас есть и цикл, вы занимаетесь как начальник кафедры обучения специалистов на местах. Прекрасный перечень предоперационного обследования. Это сейчас серьезный вопрос. Прекрасный перечень, который включает несколько действительно важных пунктов. Я с вами совершенно согласен. Пациент, который приходит к Алексею Михайловичу, он их отправляет к вам. Если это пациент не ваш, не прикрепленный, вы обследуете его у себя, вы проводите ему все это, чтобы потом отдать обратно Алексею Михайловичу, вы это делаете у себя абсолютно на... Ну, простите, да, простите. Я трезв. Вы это делаете у себя, да? Бесплатно в рамках ОМС. Или вы это делаете на хозорасчетной основе. И если мне Михайлович скажет, что все его пациенты перед операцией проходят такое внимательное, вдумчивое обследование, ну, я просто вам позавидую. Извините. Если позвольте, я начну отвечать на ваш вопрос, Денис Георгиевич. Я, конечно, 45+, как Никита Валерьевич сказал, что желательно мы не делаем, но всех, кто пациентов старше 65 лет, которые планируются, мы обсуждаем вопросы. Как раз пациент вот этой возрастной группы был представлен сегодня. Мы действительно стараемся отправлять Никите Валерьевичу на обследование именно кардиологическое в том объеме, который необходим, и оценки сердечно-сосудистых рисков, прежде чем принять решение о хирургии, либо о направлении на гормонолучевую терапию. Да, часть больных попадает на стентирование коронарных сосудов, и это действительно факт, и эти пациенты не идут в операционную, а, как правило, в большинстве случаев идут на гормонолучевое лечение в последующем, хотя, ну, как бы, есть пациенты, которые очень стремятся, это тоже один из факторов к отбору, которые очень стремятся именно на хирургию, они хотят лучевой терапии. Есть такие больные, конечно, мы их по возможности берем в последующем на удаление, на простатоктомию, потому что в основном перед простатоктомией мы эти пациентов вот таким образом обследуем. Ну вот, а что касается всего остального, Никита Валерьевич, наверное, пояснит. Ну, в этом вопросе я чувствую какую-то небольшую классовую ненависть такую, да. Ну, понятно. У вас там прекрасный алмазовский кардиоцентр есть. На первый вопрос, думаю, что не смогу вам ответить, но могу специалистов порекомендовать, которые вам ответят хорошо на этот вопрос. По поводу второго пункта, ну как, если это пациент прикрепленный контингент, то, конечно, на бесплатной основе, если это пациенты коммерческие, то делается у нас сейчас, ну вот, по крайней мере, в кардиологическом профиле около 60-65% это пациенты коммерческие, оставшиеся от пациента наш вот этот прикрепленный контингент. Спасибо. Спасибо. Вопрос денег, он всегда важный, и, безусловно, это всегда сложно, но стараемся так или иначе получать ту информацию, которая нам необходима. Да, Максим Петрович. Никита Валерьевич, спасибо большое за Ваш доклад. Вот у меня предельно практический вопрос. Сколько, ну, в среднем времени требуется для того, чтобы Вы подготовили пациента на операцию к Александру Михайловичу? Понятно, что, конечно, все индивидуально, это все мы понимаем, есть какие-то границы, но все-таки в среднем. Я почему это спрашиваю, потому что у нас тоже с недавнего времени в Институте Герцена очень активно стал вот этот вот такой вот мультимодальный подход, в том числе и с кардиологами. Мы тоже достаточно часто теперь стали готовить пациентов на операцию. И я обратил внимание, что в принципе, в большинстве случаев это неделя, но есть ряд случаев, в которые заставляют пациента, ну, отсрочка идет к операции там больше месяца. А если пациент получил то же самое, там, неодевантную химиотерапию, получается, что мы уже как бы бессмысленно ее проводили. Ну, то есть, есть вот эти нюансы. Поэтому просто вот практический вопрос. Смотрите, если говорить серьезно, то... Только серьезно. То, по сути, ну, за редким исключением нет такой кардиологической патологии, которая бы стала противопоказанием для выполнения вашего лечения. У нас есть все возможные технологии, там, не знаю, в городе, не в городе, неважно, для того, чтобы пациента приблизить к этой операции. Как это физически происходит? Если Михалыч звонит мне или звонит моим коллегам, пациент приходит, если этот пациент не имеет никаких серьезных рисков, да, мы пишем заключение, говорим, что пациент может идти на операцию, если есть проблемы, то следующий вопрос, который вот Александр Михайлович не даст собрать, я ему задаю, насколько срочно та операция, то вмешательство онкологическое, потому что я же не специалист в этой области, да, которое необходимо сделать. Если он говорит, что мы можем ждать только месяц, ну, значит, и технологии должны применяться соответствующие, да. Если больше месяца ждать нельзя, ну, давайте мы этого пациента шунтируем, и мы будем, у нас будут развязаны руки по антитромботической терапии, да, если у нас есть возможность там трех месяцев, да, мы этого пациента стентируем, редуцируем ему терапию, и через три месяца он придет на хирургическое лечение. Ну, то есть это ручной подход, но основной императив должен быть, ну, как бы, ведущей здесь должна быть онкологическая патология, на мой взгляд, потому что для меня она кажется более серьезной, потому что мы знаем, что делать с кардиологическими пациентами, а ваши должны, на мой взгляд, как можно быстрее быть соперированы или там получить соответствующую терапию специфическую. Спасибо, Никита Валерьевич. Спасибо.